14 лет назад в Москве была убита журналистка новой газеты Анна Политковская. Безжалостный убийца выстрелил ей в грудь, а затем в голову в подъезде родного дома. Анна Политковская была очень храброй, честной. Она приезжала в Чеченскую республику, когда там шли боевые действия, и писала о мирных жителях, о военных, о тех людях, которых она встречала в многонациональной республике, где страдали жители всех национальностей. И в ее текстах это ясно показано. Расследование ее убийства было сложным, долгим. В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и криминального авторитета Лом-Алига Итукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Анны Политковской. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии. Братья предполагаемого исполнителя убийства, следившие за Анной Политковской, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, приговорены к 12 и к 14 годам соответственно. Но общество так и не получило ответа на вопрос, кто же был истинным заказчиком преступления. Сегодня, в день ее гибели, я прочитаю небольшой отрывок текста из ее книги. Расстрелянный паспорт Как я буду теперь возвращаться через посты в Чечню? По такому паспорту федералы сразу поймут, что меня кто-то недострелил и обязательно арестуют. А если я расскажу правду, меня тем более расстреляют. Беженка и Грозненко Хейди Махаури говорит еле-еле с остановками. Но упорно зовет всех, кого видит, посмотреть на свою красную книжицу. Зрелище и вправду экстраординарное. Ее паспорт получил сквозное ранение, ведь через две дырки от пуль можно смотреть на мир. А со второй странички пробитого документа На вас глядит такая интересная молодая грузинка С тонкими чертами лица и затейливым разрезом глаз, Что нет никаких сил переключиться с фотокопии На нынешний оригинал перед собой. Хейди плачет. Она все понимает. И уверена, что это конец. Она никогда не дойдет до Грозного. Она боится людей в форме. История Хейди проста и ужасна. Всю войну с пятью своими детьми Она прожила в Ингушетии, В станице Нестеровской, под чужим кровом. И вот когда по телевизору сказали, Что Грозный освобожден, Она решила идти смотреть свой дом 201 по улице Пугачева. Хотела понять, можно ли переселяться. Отправилась Хейди вместе с подругой, Соседкой по Грозному, Ларисой, русской, Матерью четверых детей. По дороге к ним прибилась Еще знакомая чеченка Нура, Пробирающаяся в город с той же целью. До 201-го Хейдиного дома Добрались лишь на следующий день. На его месте оказались одни стены. Пошли смотреть Ларисе на довоенное жилище. И тут случилось то, Чего больше всего боятся сейчас в Чечне. Троица нарвалась на военных В тот момент, когда те мародерствовали. Солдаты грузили на БТР матрацы, кресла, пледы. И женщины, неожиданно, Вынырнув из переулка, Встретились с грабителями Глаза в глаза. Хейди, Ларису и Нуру, Естественно, арестовали. Завязали им глаза, Погрузили на БТР. Потом где-то спустили на землю И велели идти вперед, Взявшись за руки. Вскоре приказали развязать глаза. Женщины увидели себя Среди развалин какого-то дома У стенки. И все поняли. Первой застрелили Ларису. Ей было 47 лет. И она умерла сразу, Не мучаясь. Перед смертью Лариса Очень просила солдат Пощадить ее. Кричала, Я русская, Из Подмосковья, родом. Мы ничего не видели, Никому не скажем. Нуру Чеченку убили второй. Она тоже умоляла. Ребята, мне только 43. У меня трое сыновей, Как вы. Я была третьей, Да рассказывает историю Хэйди. На меня направили автомат, И все кончилось. А очнулась я от сильной боли. И только позже осознала, Что случилось. Когда меня расстреляли, Я осталась жива. Но была без сознания, А солдаты, видимо, Не проверили меня на жизнь. Потом наши тела, Они подтащили друг к другу, Накинули сверху валявшийся рядом матрац И подпалили. Хотели сжечь трупы и концы воду. И вот тогда я очнулась От резкой боли. Это огонь лизал мою ногу. Солдат уже не было. Я выползла из-под матраца, Долго лежала, Но потом все-таки решила ползти. Меня подобрали на улице Две чеченки, Шедшие доить корову. Очнулась я в подвале. Там тоже были раненые. И какие-то люди Нашли для нас автобус И отправили всех В Ингушетию. В Ингушетию. Продолжение следует...